Сейчас куда ни глянь, а персиковый оттенок просто преобладает во всех трендах макияжа весны 2017 года. И я вот так наблюдаю за новыми релизами, и очень многие компании выпускают что-то персиковое, какие-то персиковые коллекции. Too Faced, например, вернули свою палетку Sweet Peach, Colourpop выпустили целую линейку персиковых помад. В общем-то это сплошной персик-персик-персик. И сегодня я вдохновилась изображением на новой палетке от Kylie Cosmetics. Она выпустила палетку, которая называется Royal Peach. И вот тот макияж, который собственно и располагается на самой палетке, мне безумно понравился. И мне показалось, что он как раз вот как в точку вообще вот всех этих трендов 2017 года. Поэтому я решила сегодня создать похожую версию этого макияжа. Я использовала не палетку Kylie Cosmetics, потому что в целом палетка мне показалась не очень интересной. То есть там все такие оттенки, которые и так у меня уже есть в других палетках. Поэтому не обязательно использовать то, что я сегодня использую для этого макияжа. Подбирайте из того, что есть у вас в коллекции. И конечно же давайте приступать. Первое, что я всегда делаю, это использую базу на все подвижное и неподвижное веко. И сегодня я буду использовать базу от Maybelline Color Tattoo в оттенке 91 Creme de Rose. Дальше я буду закреплять базу светлым матовым оттенком теней. У меня это оттенок Porcelain. Теперь нам нужно построить основную форму в макияже. Я сегодня в основном буду использовать вот эти два оттенка, Melon и Tangerine. Это, скажем так, теплые оттенки коричневого и с персиковым явным подтоном. Сначала я буду использовать более светлый оттенок. И он у меня пойдет практически на все подвижное и неподвижное веко. Это средний тон, который позволит нам задать основную форму в макияже. Как видите, я его наношу и на подвижное веко, и также поднимаюсь. И захожу им на неподвижное веко практически до конца брови. И строю вот основную форму, которая мне нужна. У меня сегодня не будет вытянутой формы, то есть это скорее будет круглая форма в макияже. Но главная задача здесь это просто хорошо растушевать этот оттенок, особенно чтобы здесь не было какой-то жесткой линии. То есть здесь вот проходимся. Когда уже на кисти практически ничего нет, вот так вот начинаем проходиться вот по этой зоне. И также, соответственно, везде, где у нас проходят тени, вот по краям обязательно нужно пройтись, чтобы ничего не осталось. Никаких жестких линий. И я постепенно буду добавлять этот оттенок, потому что мне нужно наслоить его на подвижное веко. И теперь, когда я уже довольна изначальной растушевкой, я беру более темный персиковый оттенок и наношу его по тому же принципу. Кстати, если вы еще новичок в растушевке теней, я вам советую посмотреть мое видео о профессиональной растушевке теней и как этого легко добиться. И опять-таки наношу практически на ту же зону, только уже немножко меньше. То есть я уже так высоко не буду подниматься и так далеко не буду уходить к внутреннему уголку глаза. Теперь нам понадобится какой-то темный теплый коричневый оттенок. Свой я буду брать из палетки Atelier T05. Кстати, в целом эта палетка очень хорошо подходит для такого типа макияжа, так как в ней тоже присутствуют теплые коричневые оттенки. На промо-фотографии нет прям такого четкого темного оттенка во внешнем уголке глаза, но мне хочется немножко эту часть затемнить, добавить какой-то глубины, потому что в целом макияж выглядит очень плоско. У Kylie глаза более выпуклые, такие более круглые, поэтому на ней это смотрится нормально, но мне если не добавить глубины, то мой глаз потеряется. И будет выглядеть очень плоским, а не объемным, как это должно быть. Я буквально вот слегка нанесла более темный оттенок и теперь мне нужно его растушевать. Я снимаю все, что у меня остается на кисти и беру соседний такой тоже яркий, теплый коричневый оттенок и буду растушевывать предыдущий. С верхним веком у нас, грубо говоря, все. Теперь переходим к нижнему веку. И здесь я буду дублировать те же теплые оттенки, которые у меня на верхнем веке. Начинаю с самого светлого оттенка из палетки Warag Mega Pro 3 и наношу очень низко этот оттенок, потому что здесь наша задача достаточно низко опустить тушевку, потому что вот эта вот всю часть, вот пару миллиметров вот этих, будет занимать потом синий оттенок, а нам нужно, чтобы синий потом переходил в вот этот вот персиковый оттенок. Поэтому персиковый оттенок нам нужно опустить значительно ниже, где-то вот здесь он у нас будет заканчиваться. Обязательно объединяйте нижнее и верхнее века. И обратите внимание, что у меня здесь, видите, до вот этой вот зоны, там где заканчивается глаз, и здесь вот добрых, наверное, ну вот почти, наверное, сантиметр. Поэтому не пугайтесь этого, для того, чтобы сделать такого плана макияж, нужно опускаться достаточно низко. Теперь беру немножко более темный оттенок и опять-таки сосредотачиваюсь главным образом вот здесь, вот в этой зоне и прохожусь потом по всему веку. И опять-таки опускаю вниз. Теперь нам понадобится какой-то синий карандаш для глаз, у меня это будет Faberlic номер 5550. И здесь нам нужно не просто на водную линию нанести этот карандаш, а вот так вот хорошо пройтись между ресницами. У меня этот карандаш, откровенно говоря, не самый лучший, но я что-то прошлась по своей коллекции. Это единственный оттенок синего, который мне показался подходящим для этого макияжа. Если у вас есть более кремовые какие-то синие карандаши, они здесь подойдут еще лучше. Этот более сухой. Теперь я возьму оттенок Blue Quartz и буду растушевывать им карандаш. Обратите внимание, что здесь вот не нужно нам слишком близко подбираться, то есть нужно все-таки этот оттенок немножко опустить, чтобы он вот где-то вот здесь вот у нас находился, потому что потом, когда мы накрасим ресницы, если мы не растушуем достаточно низко этот голубой, вернее синий, он будет уменьшать нам глаза, а нам это не нужно. И теперь, как финальный штрих, можем взять немножко нашего персикового темного и пройтись по границе, для того, чтобы создавалось впечатление, что один цвет растушевывается в другой. Хочу вас предупредить, так как это контрастные оттенки, они не растушуются прям отлично один в другой, поэтому вам просто нужно создать эффект, что оба эти оттенки растушеваны, а не то, что это просто какие-то жесткие линии, но в то же время между собой они и не растушуются, и это не задача в этом макияже. Все, что нам осталось сделать на этом этапе, это прокрасить ресницу тушью 25 слоями, как это делает Kylie Jenner, и наклеить также накладные ресницы. Я сейчас это сделаю и сразу вернусь к вам. Ну вот и все, макияж глаз у нас с вами полностью завершен. Продолжайте смотреть, чтобы узнать, что я использовала на остальном лице. На лице у меня сегодня тональная основа от Milani Conceal & Perfect, и оттенок у меня 02 Natural. В качестве консилера я использовала свой любимый консилер от LA Girl Pro Conceal, и оттенок у меня сегодня Natural. Брови я заполняла карандашом от Colourpop, это оттенок Blondie. Корректоры бронзеры я использовала из вот этого скульптурирующего диска от Gouche, использовала оба эти оттенка, корректор использовала, ну скажем так, чуть-чуть ниже, да, для выделения скул, а бронзером уже прошлась по всему лицу. Что касается румян, я сегодня использовала, конечно же, отличный был повод использовать мои любимые румяна от Milani в оттенке Luminosa, потому что это классический такой персиковый оттенок, который, ну независимо от трендов, круто смотрится, а сейчас вообще как нельзя кстати. С хайлайтером я сегодня не хотела переборщить, потому что весь этот макияж, он такой вот больше как матовый, поэтому я взяла очень такой деликатный хайлайтер, наверное один из самых деликатных, которые у меня есть в коллекции, это жидкий хайлайтер от Gouche, называется он Lumi Drops, и оттенок этот 002 Vanilla. На губах я использовала жидкую матовую помаду от Colourpop, как раз таки из вот этой новой персиковой коллекции, я обязательно эту коллекцию вам позже покажу полностью уже в каком-то отдельном видео. Сегодня я взяла конкретно оттенок, который называется, называется, сейчас одну секундочку, Instigator, он называется Instigator. Кстати говоря, абсолютно все, что я всегда использую в своих макияжах, я всегда дублирую в инфобоксе под видео, поэтому если вы что-то не расслышали или не поняли как точно называется, там всегда будет конкретно написано, что я использовала. Ну вот и все, я очень надеюсь, что этот макияж вам понравился, обязательно попробуйте его сделать, я помню, когда-то пару лет назад все очень сильно ненавидели теплые оттенки коричневого и всякие персиковые оттенки, сейчас это дико популярно, и мне кажется, что все зависит от метода нанесения, и конкретно вот по этому уроку, если вы будете идти, то мне кажется, вам понравится результат, можете без синего, можете с синим, можете еще какой-то вариант придумать, в общем-то пробуйте этот тренд на себе, обязательно поделитесь впечатлением, как вам такие макияжи, как вы вот относитесь к таким вот теплым тонам в тенях, нравится, не нравится, равнодушно, делитесь обязательно этим в комментариях, также подпишитесь на мой канал, или если вы уже подписаны, обязательно нажмите колокольчик рядом с кнопкой подписки, тогда вы не потеряете мои видео, YouTube обязательно вас оповестит о том, что у меня вышло новое видео на канале, и буду я с вами уже прощаться, увидимся с вами в следующих моих видео, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!